Кто может нам рассказать о вязании лучше, чем человек, который профессионально занимается этим видом рукоделия? Да никто, я тебе 100% скажу. Ну, мы-то точно с Катей в этом деле не эксперты, как вы уже смогли убедиться. Поэтому встречайте под мои аплодисменты. Я присоединюсь в этом плане. У нас в гостях мастерица Ольга Чукалина. Ольга давно занимается вязанием, при этом умеет вязать и своими руками, и на специальной машинке. Вот мы сейчас об этом подробно поговорим. Ольга, доброе утро. Доброе утро. Ну вот... Нельзя не заметить то, с чем вы пришли. Это все сделано вашими руками, я правильно понимаю? Да, руками. Но что-то сделано и на машинке, на специальной. Руками на машинке. Так, хорошо, расскажите, пожалуйста, пока Катя... Пока я уже начинаю примерять, вы рассказываете. Расскажите, сколько времени вам потребовалось, чтобы научиться вязать? Вообще научиться вязать мне потребовалось времени 20 минут. Понять, как на спицах образовывается петля. То есть вы хотите сказать... Катя пришла к пяти утра, я хочу напомнить, и она до сих пор не научилась. Надо же понять принцип образования петли, а там дальше по логике петля, она повторяется, повторяется и повторяется. То есть для того, чтобы шар связать изделие, это, конечно, долго времени, но для того, чтобы понять, как вяжется эта петля, минут 20. Даже минут 5 хватит, но 20 это уж прям совсем крайне. А там же есть разные петли, там же есть разные вот механики, да, нет? Как понять? Или я правильно говорю? Конечно, сначала мы учимся изначально классику. Петля лицевая, петля изнаночная. А дальше мы уже, конечно, будем ее крутить, переворачивать, снимать, выделять как-то. Откуда черпать эти знания, как вы считаете? Лучше учиться, вот когда рядом кто-то есть, чтобы он тебе показал это? Конечно, лучше свою бабушку взять. А вас кто научил вязать? У меня папа. У меня мама очень быстро вязала. Вот все-таки мужчины, да. Да, у меня мама очень быстро вязала, и у нее не хватало времени, чтобы показать медленно, как образовывается эта петелька, и понять, как она идет поэтапно. А вот папа сел и сказал, давай учиться вместе эту петлю вытаскивать, и все, мы выучились. Папа был самый терпеливый, да? Да, да, да. Но я так понимаю, что он хорошо объяснял, раз вы за 20 минут, в принципе, уже поняли принцип. Это было 6 лет, когда мне. Вы в 6 лет научились вязать, да? И я так понимаю, что это увлечение. Это был шарфик, да. Какие вещи вы сейчас вяжете? То есть вот кофты, свитера, что еще там, шарфы? Шапки, шарфы, бактусы. Это только аксессуары у нас, которые мы одеваем. Также я вяжу кардиганы, штанишки, комбинезончики. Вот все, что можно связать, я вяжу. Все, что можно надеть, я бы сказал, можно связать. Сейчас уже очень модно связать тоже. Его же нельзя надеть на себя, а плед можно связать. А, вы правильно? Да, хорошо. Так, давайте разбираться тогда вот по технике. С чего начинать? Крючок, спица, вручную заплетать? Надо попробовать. Попробовать сначала взять спицы, потом взять крючок, потом опять взять спицы, потом опять крючок, несколько этапов пройти, понять, что тебе надо, и перейти к машинке. Так, Катя, ты в начале пути, все хорошо. Все отлично, мне теперь еще нужно попробовать спицами, не только крючком. Ольга, расскажите, вот какие-то из этих вещей, я так понимаю, были связаны с спицами, да? Вот эта работа, она полностью связана спицами, круговую. То есть это нигде разрыва нету, нигде шва нету, это все вот одной ниточкой связано. Так, а вот эти вещи были на машинке? А это уже все остальное на машинке. Каким образом происходит вязание на машинке? Для начала мы покупаем машинку, читаем инструкцию, смотрим видеоуроки, если есть, если что-то непонятно. Это что, это вот такой станок, где вот ткацкий? Да, вот такой вот станочек, да. Тяжелый, 27 килограммов, устанавливаем его правильно и начинаем. Смотрите, сколько времени занимает вот связать, например, такой свитер вот желтенький? Желтенький. В основном у вязальщицы, если я изначально начинала учиться на таких свитерах, у меня уходило 2-3 дня. То на сегодняшний день я себя усовершенствовала. У меня 8 часов полностью свитер готов. То есть я его отвязала, отгладила, отпарила и собрала. 8 лет. У меня точно уйдет 8 лет. Скажите, пожалуйста, действительно ли это экономически выгоднее покупать, допустим, пряжу и вот для себя сделать вещь, чем искать ее в магазине? Сколько примерно стоит там, допустим, вот пряжа, да, и... Очень хороший вопрос. Если мы говорим о качественной вещи, да, вот, допустим, вот это вот, вот это все, это итальянская пряжа. Если мы будем в магазине покупать итальянскую пряжу и, ну, из итальянской пряжи какое-то изделие, то он выйдет нам 15-20 тысяч за то, что это итальянская пряжа. Если мы ее сами вяжем, то себестоимость этого изделия, вот этого конкретно маленького изделия, будет рублей 800. То есть и пряжа хорошая, это натуральная шерсть, меринос итальянский, известных фабрик, но выходит 800 рублей. Неси мне спицы, крючок, я начну. Спасибо вам большое за этот стартап для Екатерины. Спасибо за то, что рассказали вообще, что мы теперь понимаем, какие чудесные вещи можно собственноручно связать и изготовить дома. Напомним, что у нас в гостях была Ольга Чукалина, мастерица. Далее у нас тоже полезная рубрика для хозяек и не только, вообще для всех. Называется она просто «Хозяек и на заметку». Расскажем, на что можно заменить вредные продукты, которые вредят фигуре.